Девушки отдыхают Мы хотели вернуть в музыку побольше свежей энергии Заиграть то, с чего мы начинали Нам захотелось утяжелиться, впитать те или иные влияния или металлическое вдохновение Нам нравятся скандинавские метал-группы Гитарист Рамштайн Ричард Круспе сказал, что барабаны на вашем новом альбоме звучат просто потрясающе Из всех записей Рамштайн Ты с этой оценкой согласен? Да, потому что я сменил большую часть своих барабанов Поменял материал, из которого эти барабаны сделаны И уже очень позаботился об общем звучании моей ударной установки Тем самым на этот раз часть моих барабанов звучит просто прекрасно Рамштайн всегда стремятся раздвигать границы дозволенного Поэтому первым синглом вы выпустили песню «Пилотка» С этой песней возникли определенные проблемы Потому что по ходу записи мы поняли, что эта песня получилась для нас нестандартной Выпадающей на фоне всех остальных И она не вписывается на 100% в общую картину Потом наш лейбл и другие люди сказали, что эту вещь стоит выпустить синглом Потому что она простая и запоминающаяся, немного дурацкая Мы задумались, и какой же клип мы можем на нее снять А потом режиссер предложил просто потрясающую идею Этот видеоклип также многих разозлил, но я считаю его забавным и сексуальным Именно такими вы и хотите, чтобы воспринимали Рамштайн Нет, данный видеоклип — это нечто нестандартное Мы сняли что-то новенькое и не предлагали это видео к ротации на MTV Или по другим общедоступным каналам Мы уже разместили это видео в интернете, причем сами его оцензуировали Рамштайн — это та группа, которая провоцировала своим творчеством с самого начала карьеры Провокация — суть нашего коллектива Это часть нас самих И мы настоящие мастера провокации Но что еще я хочу сказать? Рамштайн есть Рамштайн Мы провоцируем и делаем это с удовольствием Рамштайн дают просто обалденные концерты Намучившись новым альбомом, вам еще и с концертами теперь разбираться Тем самым вы переходите из одной стрессовой ситуации в другую В этот раз мы совершенно спокойно решаем данный вопрос Наше концертное шоу требует тщательной проработки Это однозначно Мы начинаем подготовку за три месяца до начала турне Начинаем репетировать музыку, затем отрабатываем эффекты Свет на сцене Мы выбирали эту или иную большую концертную площадку Устанавливали там всю нашу сцену Мы провели много проверочных тестовых концертов Это серьезная работа Для нас очень важно давать качественные концерты И наша публика к этому привыкла Они знают о том, что когда придут на концерт, увидят шоу Да мы и сами также от этого кайфуем и хотим все продемонстрировать Вам важно поддерживать высокий стандарт качества Рамштайн Да Я думаю, что иногда наши стандарты выше любых ожиданий от сценического действия Но это хорошо Потому что мы очень стараемся И мы самые суровые критики во всех аспектах собственного творчества Ницца курортная регион Найуги Франции Старинные здания, красивый, живописный, старый город И не такой уж большой наплыв туристов Но там собралась многотысячная толпа фанатов Рамштайн Дикие прикиды и все в черном Они совершенно не сочетались с царившей кругом идиллией Но это был один из лучших концертов всего турне В последнее время мы выступали исключительно только на очень больших концертных площадках По 10 тысяч человек на каждом концерте Выступление на огромном стадионе и такая сопоставимая огромная работа по его подготовке Все элементы нашего шоу должны просматриваться с любой точки концертной площадки Пиротехнические световые эффекты должны быть достаточно грандиозными В особенности не с учетом масштаба действа Необходимо проработать три важных составляющих любого шоу Это свет на сцене, пиротехника и музыка Все три элемента должны гармонировать друг с другом и сочетаться по времени Каждый элемент со своей динамикой и сочетается со всем остальным Вот и весь секрет нашего шоу Сейчас во время продолжительного турне на нас работает порядка ста человек Иногда я наблюдаю за тем, как они собирают и разбирают аппаратуру Просто поразительно, сколько людей, сколько конкретных обязанностей задействовано ради двухчасового концерта На концерте мне больше всего нравится момент выхода на сцену Когда выступаешь, понимаешь, что это происходит здесь и сейчас Музыкант не думает о том, что будет дальше На концерте он живет по ситуации и действует моментом Обычно можно предугадать в каждой стране, какие фанаты Они любят нашу музыку и идут на концерт И каждая фанатская группировка чем-то похожа Можно отметить для себя общий настрой В каких-то странах выступать и общаться с фанатами интереснее Есть страны, в которых фанаты не такие оголтелые Они поспокойнее и для них важнее, интереснее сама музыка Испанцы всегда реагируют очень эмоционально Они очень шумные, оголтелые То же самое и во Франции А вот фанаты во многих английских городах удивляют своим поразительным настроем Мы выступали на большом стадионе в Москве Там было много разных правил и ограничений И море охраны Многие сидели весь концерт, им просто запрещали покидать свои места В стоящем портере перед сценой, который обычно заполнен, не было ни одного человека Передвижение публики на этом концерте было строго ограничено А в середине зала за специальными ограждениями находились места для особо важных персон Нам это не очень понравилось И вот когда мы начали играть, зал полностью наполнился публикой При этом стоящий портер так и остался пустым Поэтому мы призывали публику перелезать через ограждение и перебираться в портер Но люди не рвались этого делать, не хотели рисковать Потому что никто из них не знал, как на это отреагируют охранники в форме Но часть публики все же таки перелезла в середину зала В итоге мы очень даже хорошо отыграли Когда мы только начинали давать концерты, мне было очень непривычно На гастролях я могу полностью забыть о том, что есть такая вещь, как домашняя жизнь Через 3-4 недели в турне я полностью забываю, что такое дом Вот раньше мы дольше гастролировали, иногда по два месяца подряд Передо мной в турне открывался новый мир, и я часто в ту или иную страну влюблялся Я думал, что именно в этой стране я должен жить, и что здесь намного лучше, чем дома Германия, дом родной и новые страны, эти два мира для меня никак не пересекались Когда я возвращался с гастролей домой, мне было трудно восстановиться Вернуться к моей обычной жизни Процесс адаптации и привыкания обычно занимал несколько недель Но сейчас, имея огромный концертный опыт за плечами, я подхожу ко многим вещам намного профессиональней Я знаю, что концерты – это моя работа И поэтому особо не переживаю Перед началом концерта или после? Ой, не знаю Через полчаса после окончания концерта Атмосфера все еще чувствуется Все еще чувствуется энергетика, тепло аудитории Затем всю аппаратуру разбирают, и каждый роуди выполняет свою работу В такие моменты испытываешь очень необычные ощущения, когда концертная магия еще не улетучилась После того, как прозвучала последняя нота, сворачиваются декорации, и в зале включают свет Публика покидает концертную площадку Дорожная команда начинает свою работу по оперативному демонтажу сцены Музыкант понимает, что совсем недолго живет это время на сцене Ты здесь ненадолго, концерт прошел, закончился, и вот это уже история Субтитры делал DimaTorzok